Давайте начинать. Говорим сегодня про программирование, про основы языка Python. Начну, ребята, стоя вот так немножечко основ Python до определенного момента. Дам вам прям вот стоя у доски, потом пересяду и реально попрограммирую вместе с вами за компьютером. Более того, у вас сегодня будет классная домашняя работа на программирование. У нашей тестирующей системы, в которую вы до этого писали задачки, решали домашние, у нас есть встроенная проверка задач на программирование, как на самой Олимпиаде. Только если на Олимпиаде вы результаты свои будете узнавать, ой, не скоро после старта, то у нас результаты мгновенно получаются, что очень-очень-очень удобно, чтобы учиться. Так, вот Артем пишет. Здравствуйте, извините, что меня не было на остальных трансляциях. У меня в седьмом доп.задай. Так, ничего страшного. Смотрите, делайте ДЗ, все хорошо. Так, ненавижу Python, пишет Вячеслав. Ребята, знаете, сделаю небольшой такой дисклеймер, почему вообще именно Python? Видите, у меня прям заготовленный вопрос, заготовленный ответ для Вячеслава есть по поводу Python. Почему именно Python? Ну, во-первых, много языков программирования не бывает. Если вы в школе учите, например, Pascal, поверьте, Python вам понравится. Он прям, ну, наверное, в разы визуально проще, вот с ним в разы проще работать, чем с Pascal, но будет непривычным, потому что прям очень много отличий, вот именно синтаксических. Если вы работаете с C++, возможно, кто-то из вас знает C++, то с Python тоже, я думаю, проблем не возникнет. Он гораздо менее требовательный к вам. У него очень простой синтаксис. Есть там буквально одна вещь, которая может удивлять, это вложенность, как реализуется в Python, но тем не менее. Для тех же, кто вообще не программирует, это идеальный язык, чтобы начать. Это прям идеальный, правда, язык, чтобы начать. Почему? Потому что, в отличие от многих других языков программирования, Python, он прощает вам ошибки. То есть, если вы недостаточно продумали, например, какого размера самое большое число, которое у вас может получиться в программе, то в языке C++ вы получите ошибку в олимпиадной задаче, да, а то и к каким-то более худшим последствиям приведет, если это будет реальная разработка. Python уже вообще все равно, он такими огромными числами может работать, что точно простит вам ошибку, там, не продумали тип данных. На Python написано огромное количество модулей, которые вы можете подключать, использовать, соответственно, вот в бытовой жизни Python прям очень классный, да. Например, можно создать Telegram-бота, можно создать игру. Python в этом отношении очень-очень универсальный язык. Ну и, ко всему прочему, Python супер востребованный. Сейчас в топах языков программирования Python на втором месте, если я правильно помню. И это не просто так, на Python можно еще раз, как какие-то просто программки для компьютера писать, есть в библиотеке с графическими интерфейсами, так и для какого-то системного ПО какие-то скрипты делать, то есть там для сервера или чего-то вроде того. Того же Telegram-бота можно создать. Ну и самое интересное, Python очень востребован в сфере так называемого анализа данных. О чем я говорю, в современных больших компаниях, да, там типа Apple какого-нибудь, Google, да и вообще абсолютно любой компании, которая даже там с клиентами просто работает, хоть это будет парикмахерская, хоть это будет пятерочка магазину вашего дома, копится сейчас в современном мире огромное количество данных. Кто сколько чего купил и так далее, там с какой частотой один и тот же клиент, да, стрижку, собственно говоря, на стрижку приходит и так далее. Вот куча всяких разных данных копится и профессия анализ данных, да, которые очень часто использует Python, вот прям большинство из этих специалистов используют Python, это, собственно говоря, возможность для какого-то бизнеса получить более выгодные, принять более выгодные решения, то есть, например, понять, что люди такого-то там возраста в среднем так-то часто ходят на стрижки, да, и, например, в нужный момент отправлять им смс-ки напоминать, не пора ли вам подстричься, у нас для вас скидка, что-нибудь такое. Вот в этом Python очень рулит, у нас даже в школе программистов есть курс по анализу данных на Python, там ребята, например, считают, сколько нужно пешком ходить, чтобы обойти все Макдональдсы в Москве. Просто пример интересной задачи, да, то есть Python, он такой удобный в применении, что можно вот прям реально с карт выгрузить координаты всех Макдональдсов и вот высчитать расстояние между этими точками, ну, очень прикольно. Так что я вам Python настоятельно рекомендую, в принципе, изучать дальше, не только в рамках нашего занятия. Мы в школе программистов давно перешли с языка Pascal на язык Python для тех, кто начинает учить программирование, а для тех, кто уже Python изучает, мы потом предлагаем C++ как более сложный язык. Ну что ж, давайте, давайте с вами начинать. Надеюсь, вы как-то более-менее заинтригованы. Напишите в чате плюсики, если действительно заинтригованы, если действительно думаете, что да, это точно сработает, это точно будет интересно. Напишите. Мне прям даже реально интересно. Ну что ж, еще раз, Python просто в изучении и просто в использовании. Это, на самом деле, ключевая причина, почему в нашем курсе именно Python, потому что реально вот так за один урок вы даже сможете действительно писать какие-то очень простенькие программки, потому что Python, он прям, ну, почти как английский язык будет восприниматься. Код на нем прям переводится очень хорошо на русский. Ну что ж, давайте начинать. Начнем с того, что вообще вам нужно для языка программирования, для того, чтобы писать программы. Вернее, сейчас прям разбирать это подробно не будем, но тем не менее знайте. На вашем компьютере должен быть установлен, собственно говоря, Python, его так называемый интерпретатор. И для того, чтобы начать учиться или принять участие в Олимпиаде, этот шаг на самом деле даже будет необязательный для вас, потому что существует масса онлайн-компиляторов, то есть вот таких онлайн сред программирования, где вы прям в браузере можете написать свою первую программу. Для чего-то более сложного, типа там, того же Telegram-бота, это уже не подойдет, но первую программу точно напишите, и даже Олимпиаду сможете написать без проблем. Поэтому, если у вас не будет вот этого самого Python на компьютере установлено, то ничего страшного. В Linux Python идет по умолчанию в комплекте, в операционной системе macOS Python устаревшей версии идет в комплекте, надо устанавливать более современную, в Windows в комплекте Python не идет, надо устанавливать. Вот такие дела. Мы с вами в рамках первого урока я вам покажу и так называемые IDE для компьютера, то есть программу, которую вот прям можно установить будет, и пользоваться, писать там код, программировать. Wing IDE она будет называться. Вот. Ну и, собственно говоря, возможность у вас будет программировать прямо в браузере, это я тоже покажу вам, как сможете это делать. Соответственно, решать задачи точно поможет. Для Олимпиады можно, в принципе, и тем и тем способом будет пользоваться. Такие дела. Значит, Python скачу. Сейчас ничего скачивать не надо, ребят. Это 100% после урока. Значит, давайте начинать. Вот представим, у нас уже есть эта самая среда программирования, она будет себя представлять, ну, не что иное, как, по большому счету, текстовый редактор. И кнопочку запустить, да, запустить программу к выполнению. Что мы там первое попробуем вообще написать? У всех программистов есть такая какая-то негласная договоренность, традиция. Я думаю, что лучше всего назвать это традицией. Как будет выглядеть первая программа, что должна делать первая программа. И первая программа всегда, которую все пишут, это так называемый Hello World. То есть, привет мир переводится на русский. Значит, соответственно, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы на экране так или иначе появилась надпись Hello World. Да? То есть компьютер должен ее вывести. Он может ее вывести в консоль, он может вывести ее в виде какого-то окошечка. Он может, не знаю, лампочками помигать с помощью азбуки Морза. Это в зависимости от того, что у вас за язык программирования. Python, C-Sharp или вы там Ардуино используете. Так вот, внимательно. Чтобы в Python вывести в консоль фразу Hello World, достаточно написать следующий код. Print, скобочка открывается, кавычечка, двойная кавычечка, Hello World, ну просто вот все знаки припинания, которые внутри, все он так же выведет. Кавычечка закрывается, это важная деталь. Скобочка закрывается. Соответственно, это то, что нужно написать, чтобы внимательно наш прекрасный язык программирования вывел в консоль фразу. Давайте капельку разберемся, что вообще вот здесь происходит. Что это за такая волшебная строка, которая заставит компьютер что-то делать. Во-первых, print с английского переводится как напечатать. Ну, так как у нас когда-то давно компьютеры не имели экранов, да, а имели вместо этого ничто иное, как принтеры по большому счету, да. Правда, у них, как правило, были не бумажные листы такие, а четыре, да. Да, у них была такая бесконечная лента. Ну, она не бесконечная, понятное дело, но она была неразрывная. Так вот, внимательно, еще с тех времен закрепилось, что вывод чего-то на экран это принт, да. Вывод чего-то из компьютера это принт. Поэтому принт, то есть напечатать, ну и в общем-то логично напечатать на экране тоже можно так говорить. Затем внимательно видите скобочка, открывающаяся и есть закрывающаяся скобочка. Когда вы видите конструкцию, в которой вначале есть какое-то имя, да, английское, как правило, во всех языках программирования, а затем внимательно открывающаяся и в конце закрывающаяся скобка, то такая штука называется функцией. Для простоты, для простоты можно назвать ее, например, даже командой. Многим будет понятнее так. Функция такое очень математическое слово. Команда, понятно, да, команда то, что выполняется. Так вот, внимательно, вот эта команда или функция принт, внутри этих скобочек ей нужно написать так называемые аргументы. Что такое аргумент? Аргумент это входной параметр, то есть то, что подается на вход. Вот у вас есть станок, который шьет ковры, да. На вход ему подается материал и рисунок, который нужно вышить, да. Вот если бы у нас была функция для того, чтобы шить ковер, она бы называлась, не знаю, принт карпет, да, то у нее бы подавался первым параметром материал, там, не знаю, нитки, а вторым параметром бы рисунок, как-то там картинку бы у него подавали. То есть было бы несколько параметров. У функции принт по умолчанию всего один входной параметр. И этот параметр это, собственно говоря, то, что нужно напечатать. Напечатать можно одно из двух. Ну, на самом деле это можно самое разное напечатать, но я имею в виду, что типов глобальных вещей, которые можно напечатать, два. Это текст и числа. Собственно говоря, если необходимо вывести текст, то этот текст надо писать в двойных кавычках, да. Двойные кавычки у вас находятся на клавиатуре там, где буква Э, русская буковка Э. Соответственно, вот так вы пишете двойные кавычки. Обращаю внимание, кстати, что у меня в презентации кавычки неправильные. И язык программирования на такие кавычки ругнется. Он правда прям скажет, нет, неправильно. Почему? Потому что у меня вот редактор для презентации, он все кавычки перекрутил, чтобы это было согласно правилам языка правильно. Но на самом деле кавычка должна быть такая, ненаправленная, скажем так. Да, вот здесь открывающаяся, закрывающаяся кавычка, а должна быть на самом деле просто кавычка, такие горизонтальные две маленькие палочки. Вот, но это не так важно. На самом деле, когда вы будете в среде программирования писать, он вас так исправлять не будет. Поэтому на буковке Э, русской, на стандартной Windows клавиатуре находятся два символа, одинарная или двойная кавычка. Вам нужна двойная кавычка. Так вот, внимательно. Соответственно, принт в кавычках, в двойных, любой текст, это может быть текст на русском языке, на английском языке, в нем могут использоваться почти любые символы, ключевое слово «почти». Например, один из символов, которых вот просто так писать нельзя, это кавычка. Потому что если вы внутри этого текста напишите кавычку, то он подумает, что вы кавычки закрыли. То есть у вас закончился текст, который вы хотите писать. Поэтому будет ошибка. Но, скорее всего, в ближайшем будущем вы не планируете писать кавычки внутри, значит, ну, я пока не буду вас учить, как избегать этого, так как эту ошибку исправить. Соответственно, внимательно, принт в кавычках, hello world, скобочка закрывается. Все очень просто. В чате пишут, можно и одинарный. Да, кстати, на самом деле, Python принимает и одинарный, но я предостерегаю вас от того, что вы потом в будущем свяжетесь с другими языками программирования, и там двойные одинарные кавычки могут иметь разное назначение. Вот Python все равно, а C++ не все равно. И поэтому текст лучше для вашей безопасности сразу привыкайте писать в двойных кавычках. Потому что некоторым языкам программирования не все равно, и текст надо писать именно в двойных кавычках. Так что лучше сразу запомните, пишем в двойных кавычках. Такие дела. Значит, внимательно. Если же нам надо написать число, если же нам надо написать число, то все, что нам нужно сделать, это просто его написать. То есть, если нам надо напечатать число, принт 123 без каких-либо кавычек. Ну и, кстати, интересный момент. Можно 123 написать и в кавычках, да, тоже он выведется. Но это не так важно сейчас. Эту разницу появится когда-нибудь в будущем. Самое главное, что числа можно писать без кавычек, а вот текст всегда должен быть в кавычках при печати. А вот Тёма в чате нам написал, кстати, о, нет, не Тёма, вру. Юрий, как вывести кавычку внутри принта, чтобы не было ошибок. Это правильная запись. Так что молодец, Юрий. А мы с вами давайте дальше. То есть, для чисел внимательно кавычки нам не нужны. Хорошо. Как вывести какую-то фразу, мы с вами разобрались. Чуть попозже посмотрим, я покажу, как это работает прям. А давайте разберемся теперь, как, собственно говоря, можно что-то ввести. Потому что, если можно вывести на экран, то как-то должно быть можно и ввести. Ведь любая программа, она принимает что-то на вход. Если это калькулятор, то он принимает на вход числа. Если это компьютерная игра, то на вход он принимает управление. Ваше нажатие на клавиши, двигание мышкой или что-то еще. Соответственно, тоже нужно что-то ввести. Пока разберемся с самым простым типом ввода. Самый-самый-самый простой тип ввода. Это внимательно ввод текста в консоль. В терминал, так называемый. То есть, туда, куда у нас вывелось вот это сообщение. В консоль, так называемую. Туда же можно что-то и вводить. Чтобы ввести что-то с консоли в языке программирования, внимательно это что-то нужно куда-то положить. Здесь нужно понять следующий факт, что ваш компьютер, он состоит внутри себя. Ваш ноутбук внутри себя, это содержит все. Ваш стационарный компьютер, моноблок, телефон. Любая вообще такая цифровая техника, которую можно так иначе назвать компьютером, состоит из, внимательно, процессора, если очень условно, и памяти. Памяти. Память это то, где хранятся значения. Память бывает двух видов у компьютера. Постоянная и оперативная. Постоянная это то, где хранится ваша программа на жестком диске, вот пока вы ей не пользуетесь. А оперативная это то, куда программа попадает при ее выполнении. И в оперативную память вы можете вводить какие-то значения, чтобы компьютер как бы их запомнил временно. Для того, чтобы работать с памятью, есть такой способ, который называется переменная. Язык программирования может взять какую-то ячеечку из памяти. Вот у вас там, например, 8 гигабайт оперативной памяти. Наверняка такую фразу слышали. Вот из всех вот этих 8 гигабайт компьютер возьмет одну маленькую ячеечку в несколько бит размером, да, там 32, 64, что-то такое бит размером, и скажет, что эта ячеечка, вот вы ей можете пользоваться, вы в нее можете что-то сохранить. Такая ячеечка будет называться переменной. И, собственно говоря, чтобы что-то ввести, нужно создать переменную. То есть нужно языку программирования сказать, а дай-ка мне такую ячейку. У вас в программе может быть много-много-много-много-много переменных. Поэтому, чтобы их не путать, их надо не называть никак переменная 1, переменная 2, переменная 3. Им надо давать какие-то имена. Самое-самое простое, что вы можете сделать, это дать переменной имя самой первой букве английского алфавита, например, а. И чтобы в эту переменную ввести значение и ее, собственно говоря, создать, нужно написать следующий код. Наконец-то я перелистнул слайд, очень-очень долго ждал. А равно input, скобочка открывается, скобочка закрывается. Что это за такие дела? Собственно говоря, внимательно, а это переменная. Мы дали ей имя. Когда язык программирования встречает конструкцию а равно, то он понимает, что вы хотите от него, чтобы он создал переменную, и поместили вы в нее какое-то значение, которое, собственно говоря, после равно идет. На самом деле здесь можно написать а равно 5, или там а равно 155, все что угодно, любое число. Или даже можно написать а равно кавычка, привет, кавычка закрывается. То есть можно и текст поместить туда. Но мы внимательно по умолчанию с вами сразу научились вот какой вещью. Мы после а равно пишем слово input. Input с английского переводится как ввод. То есть ввести что-то, принять в себя что-то. Ну и, собственно говоря, когда язык программирования видит перед собой функцию, ну или командуясь по-простому, input он считывает текст из потока ввода, так называемого, из консоли. Поэтому а равно input, это считать то, что есть в консоли. Причем в качестве значения а будет текст. И здесь возникает вопрос, да, здесь возникает вопрос, а если я хочу ввести число, можно написать вот так, число тоже введется, но это число будет текстом, и вы нарветесь на ошибку. Собственно говоря, а, еще раз, это переменная, в которой будет считан текст. И если мы воспользуемся, например, вот такой задачей, да, с клавиатуры вводится имя, формулировка, кстати, очень распространенная для задач по программированию, для олимпиадных задач, с клавиатуры вводится имя. Это значит, что надо использовать эту команду input. Необходимо вывести приветствие для человека с указанным именем. На вход, видите, входные данные Иван, выходные данные на выходе Привет, Иван. Да, Привет, Иван. То есть надо вывести то же самое, что нам ввели, только дописав в начале фразу Привет. Как это сделать? Внимательно, это комбинация нашей изученной переменной функции input и функции print, которую мы изучили до этого. Вот такой вот код решит эту задачу. Внимательно, создаем переменную. Я ее, смотрите, поумнее назвал, не просто а, а назвал ее name. Name с английским переводится как имя. Да, ну и, собственно говоря, логичное название. Обращаю, кстати, внимание, что переменные надо внимательно называть, начиная строго внимательно с буквы. Строго с английской буквы, начиная эти названия переменных. Кстати говоря, сразу оговорюсь, внимательно есть самые разные хитрости у разных языков программирования. Где-то можно аж на русском переменные называть. Но я рекомендую, чтобы вы стали хорошими программистами, называть переменные на английском всегда. И старайтесь лучше делать это содержательно. То есть, если надо ввести имя, то пишите по-английски слово имя, например, name. Вот. Лучше не называть их a, b, c, d, e, f, g, потому что потом вы не вспомните, за что у вас отвечала переменная a, за что отвечала переменная g. Соответственно, name равно, и в скобочках, видите, внимательно, ой, не в скобочках, а дальше функция input. То есть, вот. Далее, print. И вот здесь, смотрите, есть хитрости. Есть хитрости, причем прикольные. Print, внимательно, в кавычках, привет, запятая. Запятая это символ внутри строки. То есть, символ внутри текста, который мы выводим. Языку программирования вообще откровенно все равно. Букву вы пишете, цифру вы пишете, символ вы пишете. Но есть только это не специальный символ, вроде кавычек. Да, запятая специальным символом не является. Он является нормальным символом строки. Запятая. Затем кавычка закрывается. Кавычка закрывается. И смотрите, снова запятая. Это запятая снаружи кавычек. Как такое может быть? Он скажет нам ошибку? Нет. Запятая является разделителем аргументов. У функции print не обязательно один входной параметр. То есть, в нее не обязательно подавать только текст. Функцию print можно подать еще и внимательно переменную. То есть, в print не обязательно подавать текст или число. В нее можно подать переменную. И смотрите, дальше мы подаем как раз таки нашу переменную. Вот это напечатает нам не просто слово name. Вот это напечатает нам содержимое переменной name. То есть, у нас таким образом привет, запятая. Там на самом деле еще пробел добавится. А потом то, что вы ввели с клавиатуры. Введете там кролик. У вас будет привет кролик. Или вроде того. То есть, таким образом вы видите значение переменной. Запятая, ребят, внимательно разделяет. Запятая просто разделяет между собой, собственно говоря, то, что у нас вот здесь вот, да, в кавычках написано. И то, что у нас вот здесь вот выводится. Денис спрашивает, почему такая большая задержка перед отправкой сообщений. Денис, просто сообщение модерируется, поэтому есть задержка. Вот. Ну что ж, надеюсь, эта конструкция понятна. То есть, внутри print через запятую можно перечислить разные штуки. Можно написать через запятую несколько имен переменных. Можно через запятую несколько текстов. Можно несколько чисел. Можно смешать это все как-то. Но аргументы мы перечисляем через запятую. И в данном случае первый аргумент это фраза привет, запятая. А второй аргумент это значение переменной name. То, что будет выведено, это будет выведено значение переменной name. И внимательно, когда в функции print несколько аргументов, то их значение выводится через пробел. При этом вот здесь вот, смотрите, у нас привет, запятая. После запятой нет пробела. Идет сразу кавычка. После кавычки нет пробела, ну потому что, когда вы в принципе запятую пишите, вы перед ней пробел не делаете. А потом есть пробел. Но этот пробел, это не тот пробел, который выводится. Это просто пробел, чтобы красивее выглядело. Чтобы все не сливалось. Его можно было бы даже пропустить. Вот такая штука. Соответственно, таким образом мы в переменную name считаем имя нашего человека. Затем мы выведем фразу, которой будет использоваться наше введенное имя. То есть будет использоваться наше значение переменной name. Если у нас несколько значений надо вывести, то через пробел они будут выводиться. Соответственно, выводится будет то, что перечислено через запятую внутри функции print. Вот такие дела. Ну что ж, хорошо. То есть вот то, что в задаче спрашивалось, когда введется Иван, на выходе будет привет Иван. Такие дела. Ну что ж, с этим разобрались. Но что если нам нужно ввести не текст, а число? Что в таком случае делать? Все очень просто. Для того, чтобы ввести в переменную не текст, а число, нужно внимательно текст превратить в число. Все, что пишут в терминал, все, что пишут в консоль языка программирования, компьютер воспринимает как текст. Потому что клавиатура – это источник ввода текста. На ней есть цифры, запятые, все что угодно, и все это компьютер воспринимает как символы, как текст. Когда вы вводите, собственно говоря, эти символы в консоль, каждый из этих символов – это отдельный символ, отдельная буковка. Даже циферка фактически буковка в этом контексте. И к языку программирования на вход подается именно текст. Но есть специальная функция, она называется input, ой, господи, она называется int, которая позволяет перевести текст в число. И, соответственно, если в качестве текста будет, например, там 12, то int превратит эти 12 в число, и мы сможем работать с ним как с числом. Это очень будет важно нам потом. Значит, внимательно. То есть int еще раз превращает введенное значение в целое число. Что значит в целое число? Очень важный момент. Что значит целое число? Целое – это не дробное. То есть вот 12 – это целое, а 12,001 – это дробное число. Если вводится дробное число, то вот это слово int, которое переводится как интежер, которое, собственно говоря, переводится как целый, надо заменить на float. Флот, который, собственно говоря, является дробным числом. Float point – плавающая точка, так называемая. Соответственно, a равняется float, это если нам надо ввести дробное число. Причем, обращая внимание, что дробные числа в программировании записываются через точку. То есть, когда вы будете вводить в программу дробное число, надо вводить его в точку. Не 12,001, а 12,001. Компьютеру вообще очень принципиально, какие символы вы используете. И еще это Python добрый. Поверьте, другие языки программирования еще более принципиальны, чем Python. Ну что ж, такие дела. Замечательно. С этим разобрались. Внимательно. А что с числами можно делать? То есть, вот мы смогли в переменную a, заметьте, как я говорю, в переменную a, записать вводимое с клавиатурой число. А что с ним делать, с этим числом? Вывести, типа там, «Привет, Максим, тебе 14 лет». Ну, как-то неприкольно. Хочется делать что-то классное. Что у нас вообще делает компьютер? Компьютер считает. Компьютер считает. Компьютер умеет считать. Ну и, собственно говоря, что компьютер может делать с числами? Это делать какие-то арифметические операции с ними. В частности, компьютер может складывать, вычитать, умножать, делить. Внимательно. Делить нацело. Брать остаток от деления. Но еще и во всех этой математическом безумии можно использовать скобки для того, чтобы назначать приоритет одних действий над другими. То есть, сначала сложить, потом умножить. Или сначала умножить, потом сложить. Давайте разберемся с примером того, как вот эти все операции, плюсик, минусик, звездочка. За умножение отвечает звездочка. За деление отвечает слэш. За деление нацело два слэша. За так называемую операцию взятия остатка отделения процент и скобки-скобки. Давайте разберем пример, как этим можно пользоваться. Для этого, для этого, вот в этот момент, я уже прям хочу пересесть за компьютер и задачку, которая у нас здесь есть, решить за компьютер. Сейчас меня оператор переведет в режим заставочки и мы решим задачку. Пока я ее прочитаю. С клавиатуры вводятся два целых числа. Необходимо найти их сумму. Например, в качестве входных данных 3 и минус 1, в качестве выходных данных 2. А теперь давайте меня переведут на заставочку и я решу эту задачку. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, ребята, я вернулся, теперь я за компьютера и у меня открыта среда программирования. В частности, среда программирования называется wing. Я приложу ссылочку на ее скачивание к занятию, но, строго говоря, вы сможете и без IDE вот этой программировать прямо в нашей системе. Вот сейчас я вам покажу, как это будет у вас выглядеть. Немножко заспойлерю вам домашнее задание. Вот, кстати, в домашнем задании аккурат задача, которую мы с вами сейчас будем решать. Сложение двух чисел, это будет первое ваше домашнее задание. И там, видите, написано А плюс Б. Это название задачи. Сложите число А с числом Б и выведите ответ. Сложите число А с числом Б и выведите ответ. Формат входных данных с клавиатуры вводится два целых числа А и Б. Формат выходных данных. На экран требуется вывести одно число, результат выражения А плюс Б. Ну и, собственно говоря, смотрите, я могу нажать здесь кнопку решать, да, и прямо вот здесь вот в среде программирования могу решать. То есть вот прям вот так вот, не отходя, не уходя никуда из браузера, могу решать. Могу пользоваться внешним вот этим и ДЕ, так называемым, да, могу решать прямо встроено. То есть вот то, что здесь и то, что там, это считайте одно и то же. Так, что-то у меня фон рябит, ну ладно. Ну что ж, давайте решим задачку-то уже. Что мы делаем? Во-первых, мы создаем переменную, да, у нас два числа, переменная А будет для первого числа. В задаче там сказано два целых числа, поэтому мы в нашу переменную А записываем внимательно int от input. Скобка, скобка, скобка. Внимательно преобразовать в число, введенное с клавиатуры, да, если говорить по-русски. И вторая переменная B точно так же B равняется int от input. Скобка, скобка, скобка закрывается. Замечательно. Далее внимательно, далее внимательно. Что мы делаем? Мы, так, сейчас, кстати, да, там в чате подсказывают, что есть онлайн редакторы и другие, но, строго говоря, вам не то, чтобы оно тоже очень-очень сильно надо. Так, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Значит, внимательно, внимательно. Когда мы хотим сложить два числа, нам нужно куда-то поместить результат этого сложения, да. Куда поместить результат сложения? Давайте попросим компьютер создать для нас еще одну переменную. Ну, если у нас есть А, если у нас есть Б, то можно, в принципе, назвать ее С. С равняется, внимательно, А плюс Б. Все. Вот такие дела. И теперь надо написать ответ, соответственно, print, print. И в скобочках имя переменной, отвечающий за наш результат суммы, то есть С. Вот это вот, ребят, наша прекрасная программа. Можно запустить. И смотрите, у меня здесь открылась консоль, да, тот самый терминал. Он у меня открылся прямо, ох, теперь у меня голова рябит. Стало только хуже. У меня открылся терминал. Он у вас на компьютере может выглядеть как-то вот так, да, может открыться что-то вот такое. Но это аналог. Это просто встроенная у средопрограммирования терминал. И мы сюда вводим два числа, например, 5 и 2. Enter. И вывелась семерочка. Смотрите, ответ на нашу задачку. Семерочка вывелась нам на экран, да, то есть 5 и 2 ввели, 7 отправилась. Причем, обращаю ваше внимание, ребят, обращаю ваше внимание на тот замечательный факт, что если вы напишите 5 пробел 2, это будет ошибка, да. Пока что я не буду вас учить, там прям такое колдунство надо применить, чтобы Python воспринял два числа через пробел написанных. Там прям целое заклинание надо написать, поэтому, чтобы вас сейчас не учить заклинанию, да, чтобы вы прям понимали, что вы пишете, я просто скажу, что достаточно вот так вот через Enter, да, вводим их двух чисел, то есть 5 и 4, да, вывелась 9. Вот такие дела. Вот несколько человек мне пишут, Евгений, Иван, Лиза пишут, можно ведь принт А плюс Б? И я на это вам, господа, скажу так. Да, можно. Еще вообще очень много всего можно. Ну, например, можно не мыть руки перед едой, можно не чистить зубы перед сном, и много всякого можно, но не рекомендуется, да. Руки перед едой рекомендуют мыть, чтобы никакую инфекцию не получить, да, и потом не страдать от этого. Зубы перед сном рекомендуют чистить, потому что, ну, зубы разрушаются, болеть потом будут. Вот у меня болят, например. Вот, и лучше еще и с утра зубы чистить. Так вот, внимательно, здесь ровно такая же история. В программировании и вообще во многих точных науках есть принцип «разделяй и властвуй». Что значит «разделяй и властвуй»? Значит, что, как бы, не складывай все в кучу, не складывай, не смешивай все, да, дробите на маленькие детали. Такая программа универсальнее, чем то, что вы мне предлагаете написать. Такая программа читаемее, чем то, что вы мне предлагаете написать. Поэтому, ребята, рекомендую сразу пользоваться вот этим этикетом программиста. В частности, не делать арифметических операций внутри функции «принт» и вообще внутри функций. Лучше создавайте промежуточный шаг. Вот Николай нам сейчас написал вообще идеальный с точки зрения вредных советов код. Вот если читали когда-нибудь Григория Остера, да, с его прекрасными вредными советами, вот Николай сейчас в чат написал вот идеально по Остеру, да, вредный совет. Нет, «принт» в скобках «инт от инпут» плюс «инт от инпут». Это прям как будто и с утра зубы не почистил, и вечером зубы не почистил. Это вот прям плохо. Ну что ж. Итак, плюсик, соответственно, сложение. Да, давайте разбираться с другими операциями. Ну, Николай, уж одобрите мне там сообщение Николая, а то всем интересно, как это вредный совет выглядит. Итак, вот он, одобрили. Итак, С равняется А плюс Б, можно писать С равняется А минус Б, и, соответственно, когда мы введем 5 и 2, ответом будет 3. Можно писать А умножить на Б, и, соответственно, когда мы введем, не знаю, 4 и 6, будет 24. Кстати, обращаю внимание, что с точки зрения математики уравнение может выглядеть вот так. Оно может выглядеть, не знаю, там, x равняется 2y плюс 4, там, или плюс 3. Вот что-нибудь такое может быть. Ну, да, в математике скорее будет, конечно, написано y равняется 2x плюс 3. Внимательно, с точки зрения программирования, вот это вот какое-то зло. Причем в математике бы еще вполне могло быть написано вот так, и с точки зрения программирования это совсем крах. Во-первых, во-первых, чтобы задать значение переменной, сначала должно быть написано имя переменной, а уже потом равно. Имя переменной равно. Чему оно равно? Три вот шага, да? Второе. В программировании, чтобы сказать компьютеру умножить, надо внимательно поставить звездочку. Вот добавление звездочки сделает это умножением. 2x написать нельзя, потому что это будет прям ошибка. Более того, x2 воспримется как имя переменной, и это тоже очень нехорошо. Поэтому умножение это звездочка. Обязательно. Нельзя просто так написать. Далее, далее. С умножением понятно. Деление. Деление. Что дает деление? Внимательно. 5, 3. И смотрите, что в результате. 1.6666666666667. И я говорил, что есть второй тип деления. Там было деление, которое пишется одним символом слэш. Слэш это, кстати, то, что у вас где точка рядом с шифтом. Да? То есть, внимательно, операция 2 слэша. Это так называемое целочисленное деление. Давайте посмотрим. Вот у нас был результат деления с помощью одиночного шифта. Да? Шифта слэша. А теперь деление с помощью двойного шифта. Те же самые числа даю. 5 и 3. Ответ 1. В чем разница? Внимательно. Целочисленное деление. Это когда остаток отбрасывается. Дробная часть отбрасывается. Остается только целая часть. Причем, это внимательно. Именно отбрасывание, а не округление. Потому что с точки зрения математики, да? 5, деленное на 3, это ближе к двойке, чем к единице. Да? 1.6 округляется в большую сторону. Да? Но операция двойного слэша, это именно целочисленное деление. Это так называемое, ну, как бы отбрасывание дробной части. Самый простой пример, как для себя запомнить, что делает операция целочисленного деления, это то, что, внимательно, когда вам надо поровну поделить между пятью друзьями, да? Ой, между тремя друзьями, да, в нашем примере было три. Между тремя друзьями хотите поделить пять апельсинов, да? То каждому достанется по одному апельсину, а два будут в остатке. Ну, если, конечно, апельсины нельзя делить, да? Но это другая история. Если надо поровну поделить пять мячей между тремя друзьями, то каждому получится по мячу, потому что, ну, полмяча явно не очень хорошее, собственно. Так вот, внимательно. Как, как делить? Я вас научил. Ну, вот смотрите, между пятью друзьями делят, между тремя друзьями делят пять мячей. Сколько мячей останется? Как узнать это? Безусловно, можно написать что-то вроде того, чтобы с равняется а деленное на b. Это у нас будет обозначать, сколько каждый получит целых мячей, да? Можно создать переменную d. Уж простите меня за такие имена переменных, это ужасно, но все-таки так можно для начала, да? В которую присвоить c умноженное на, внимательно, b. Нет, почему на b это? Нет, все правильно, да, c умноженное на b. Смотрите, давайте сразу переменую переменные, чтобы было логично, да? А, это количество друзей, да? По-моему, вот так у нас пишется друг, по-английски исправьте меня, если нет, да? А, b, пускай будет количество мячей, да? Мяч. Соответственно, для каждого, да, как мы обозовем, обзовем каждому, да? Давайте, например, назовем fb, да? Типа друзья мячи. Будет равняться количество друзей, деленное на количество мячей. Так. Сколько останется, да? Давайте прям по-русски назовем ost, остаток. Хотя так и не очень правильно писать. Можно, конечно, взять и умножить количество мячей для каждого, да? На количество друзей. На количество друзей. Количество мячей для каждого, да? На количество друзей. И, например, из количества мячей это вычесть. И вот выписать этот остаток. Можно, конечно, сделать так. Но это... Тут пробельчик можно добавить. Но это какое-то зло, согласитесь. То есть, я говорю, что у меня пять друзей, три мяча... Нет, наоборот, у меня три... Три друга. Так, давайте. Ну, вон, три друга. Так. Так. Я немножко сломал. Так. Три друга. Пять мячей. Пять в остатке. Что-то не так. Количество... А, ну, правильно. Количество мячей надо делить на количество друзей, чтобы получить сколько к каждому, да? Вот так, конечно, можно сделать. Соответственно, вот я скажу, что у меня друзей еще раз три, а мячей пять. Вот два осталось. Ну, логично, да? Мы умножили сколько к каждому на количество людей и вычили из тех... Из количества общего мячей получили, что два осталось, да? То есть, каждому по одному, вот здесь у нас получился один. Один умноженное количество друзей получилось три. И из пяти вычили три. Ну, это какое-то зло прям, ну, сверхъестественное, да? Давайте верну назад вот к такому уровню задачи, потому что, чтобы узнать, сколько осталось, есть специальная операция, которая называется «Взятие остатка отделения». И пишется она как процент, да? Не путайте процент как вот процент, да? Как сколько процентов прибыли у нас в этом году, босс. Да, именно как процент остаток отделения. В программировании это общепринятый символ. И, соответственно, при подаче ему пять и три мы получим те же самые два. Очень удобно и красиво. Ну, что ж, вот такая вот история, да? Вы, кстати, пока я решал эту задачу, уже заметили, например, недостатки того, что такое называть переменные однобуквенными именами. Очень легко запутаться, да? А второе, вы узнали, что можно создавать несколько переменных. Соответственно, можно создать какую-нибудь переменную D, присвоить в нее C, умноженное на 5. Можно добавить тут еще какие-нибудь скобки, а потом это, давайте, нет, C деленное целочисленное на 5, а потом умножаем это на 4. Что-нибудь вот такое. То есть все это можно делать в программировании. Главное не забывать, что вы выводите вашу C или вашу D. Вот мы там, не знаю, 900, 9000 целочисленное делим на 66. И вот наша C мы потом поделили на 5, остаток отделения, и потом все это умножили на 4. Вот, например, такое странное выражение, но, возможно, где-то это бы и было нужно. Хорошо. Просто как работает математика, я надеюсь, понятно. Навесите плюсик в чат, ребят, кто понял, потому что я так тут зажигательно рассказываю, что у нас, во-первых, уже время подходит к концу, а я не все, что хотел, показал, да? Во-вторых, собственно говоря, не успеваю с чатом пообщаться. Но там много, кстати, программистов собралось. Ребята активно подсказывают сами, вам отвечают сами. Это круто. Есть еще звездочка-звездочка, подсказывает Максим. Да, ребят, еще есть операция возведения в степени, это правда. Две звездочки – это возведение в степени, соответственно, если вдруг вам надо возводить в степень, то, пожалуйста, welcome. Вот, пожалуйста, не знаю, 2 в пятой степени – это 32. Да, это правда, но как бы не во всех языках программирования напрямую есть операция возведения в степень. Поэтому мы в школе программистов для универсальности в Пайтоне вот сразу не акцентируем внимание на наличие этой штуки. Так, ну что ж, покажите, например, как считать и обработать множество чисел из файлов от XT. Ребята, такая задача вам не попадется. Тут вот прям уверен, в школьном этапе такой задачи не будет. Но что может быть в школьном этапе? Внимательно. Использовать язык программирования. Кстати, в чате много плюсиков, так что все хорошо вроде. Использовать язык программирования только для того, чтобы какое-то уравнение посчитать – это недостаточно круто. Язык программирования должен быть умным. А чтобы быть умным, надо принимать какие-то решения. Можно просто безвольно исполнять команды, а можно принимать какие-то решения. Принятие решения – это в самом базовом случае выбор из двух каких-то вариантов. Соответственно, давайте с вами разберемся, как в языке программирования Python можно делать какой-то, скажем так, выбор. Итак, за это, за то, чтобы выбрать что-то, в программировании, не только в Python, отвечает такая операция, как IF. IF с английского переводится как «если». Ну и, собственно говоря, IF – это операция условного оператора. Операция ветвления. Может по-разному оно называться в разных источниках, да? Значит, внимательно. IF – это в самом простом случае штука, которая может выполнить определенные действия, если какое-то условие истина. Что это значит? Например, давайте самый такой супер-мега-простой пример. Вот у меня вводится одно число. Если А больше пяти, вот прям так, почти как на русском, по-русски пишу, да, а то по-английски. Если А больше пяти, прям можно прочитать внимательно. Далее мы ставим двоеточие, двоеточие, двоеточие – это символ конца вот этого вопроса, да, фактически можно двоеточие читать как «то». Если А больше пяти, то затем внимательно мы переносим строку и смотрите, что мне сам сделал мой WinGDM, моя среда программирования. Он добавил небольшой отступ вот здесь в четыре пробела. И в языке программирования Python этот отступ не просто так. Этот отступ обозначает, что далее написанное вкладывается внутрь условия. То есть код, который мы напишем с вот этим отступом, это будет тот код, который выполнится только если условие выполняется, только если условие истинно, только если А больше пяти. И мы можем здесь написать «принт», не знаю, «принт», давайте «принт, ура». Внимательно. И давайте вот этот «принт» я просто уберу сейчас. Вот такая программа. Запускаю. Пишу. Три. Нажимаю «энтер». Ничего не произошло. Видите, ничего не произошло. Почему ничего не произошло? Потому что три, не больше пяти. Запускаю программу. Пишу. Шесть. Энтер. И он мне пишет «ура». То есть условие истина. Поэтому «ура». Поэтому все верно. Вот такие вот дела. Значит, если А больше пяти, то написать «ура». Кстати, обращаем внимание, что если мы напишем просто пять, то «ура» не будет. Потому что пять не больше пяти. Да. Если нам нужно, чтобы это условие выполнялось тогда, когда А больше либо равно пяти, да, больше или равно, в математике вы пишете такой символ, да, больше и еще одну дополнительную палочку ему делаете. Это у вас символ больше либо равно. В программировании такого символа нету. Ну, у вас на клавиатуре просто нету такого символа. Поэтому используется внимательно очень простая и очень понятная штука. А больше либо равно. То есть мы просто пишем оба этих символа. И больше, и равно без пробелов. И это вот такой символ «больше либо равно». Точно так же есть «меньше либо равно» на стрелочку похож, да. Обращаю внимание, что не равно меньше, а меньше равно, да. Соответственно, вот таким вот образом можно внимательно делать какие-то условия. Давайте дальше. Давайте дальше. Ну, вот как-то скучно работает. Скучно работает. Ну и, кстати, да, раз уж больше сказал, меньше сказал, больше либо равно сказал, меньше либо равно сказал. А как сделать действие, если а прям равно 5? Ответ простой. Надо написать а, а затем поставить 2 равно. Очень странно, почему 2 равно, да. Вот смотрите, 6 напишу, ничего не произошло. 5 напишу, пишет ура. Почему 2 равно? Почему 2 равно? Потому что, внимательно, символ 1 равно, это символ задания значения переменной. И если вот здесь написать а равно 5, то он внутрь переменной а присвоит значение 5. Это не совсем верно, не совсем то, что мы хотим. Мы хотим сравнить. Так вот, при сравнении равенство это 2 равно. Есть еще операция не равно, это восклицательный знак равно. Соответственно, все, что кроме пятерки я введу, например, девятку, будет давать ура. А если напишу пятерку, ура не будет. Вот такие дела. Соответственно, еще раз, из операции сравнение у нас есть больше, меньше, больше либо равно, меньше либо равно. Равно и неравно. Вот такие операции у нас есть. Тут, я надеюсь, понятно. И теперь, внимательно, давайте рассмотрим очень простую, очень приятную штуку. Если нам надо, чтобы когда мы у нас 5, да, давайте, если а равно 5, мы писали ура, например, 5, это выигрышный номер в лотерею. А когда не 5, мы писали фу, например, фу, да. Как это сделать? Первое, что приходит в голову, написать ниже просто вот так вот фу. Почему бы и нет? Но, когда мы начнем это проверять, мы введем, например, 7, и он напишет фу, круто, работает. Запустим еще раз, введем, не знаю, давайте, меньше теперь введем. 1, работает. Но, когда мы введем 5, он напишет ура, фу. Неправильно работает. Почему? Потому что, внимательно, фун будет писать каждый раз. Что бы ни происходило, не в зависимости от того, равно а5 или не равно оно 5, фун будет писать каждый раз. Потому что фун не вложен никак внутрь условия. Если мы вложим его внутрь условия, то он просто будет ничего не писать, когда у нас не равно 5, и писать и ура, и фу, когда равно 5. Тоже не то, что нам нужно. Нам нужна какая-то штука, которая будет писать фу иначе. То есть, если а равно 5, то вот так. Иначе напиши фу. Так вот, внимательно, я не просто так использую слово иначе. Дело в том, что английское слово иначе, которое переводится как с русского как элзе, и есть нужное слово. Причем, зацените, как я его написал. Я написал элзе на том же уровне, на котором написан сам по себе иф. Иф, а равно 5, элзе, принт фу. Таким образом, можно внимательно написать 5, и он будет писать ура. А если условие будет ложно, то есть написали 6, то он будет писать фу. И это правильно. Собственно говоря, вот таким образом пишется случай, как бы, либо то, либо то. Одно из двух. Самая понятная задача это если равно 5, да. Но есть внимательно и, как бы, более сложные формулировки. Например, если а больше 5, да. Вот, ой, не надо. Если больше 5, то, например, если у нас будет 4, то он будет писать фу. Собственно говоря, 6 будет писать ура. Да, то есть вот а больше 5. Может быть, два числа, например, вводится а и b. И мы можем сравнивать а и b. Если а больше b написать ура, иначе фу. Да, вот, если а у нас будет 6, а b у нас будет 4, то ура. Если а у нас будет 4, а b будет 8, то фу. Вот такие дела. Очень просто и понятно работает. Причем, мы не обязаны писать вот именно какие-то тексты в таких случаях, да. Мы можем решать какие-то уравнения. Например, если а больше 5, то надо из а вычесть b, да. А иначе, иначе надо из b вычесть а. Да, то есть вот нам надо найти разницу между, расстояние между этими двумя числами. Вот можно это сделать так. Ну и, собственно говоря, print c можно написать, запустить. И, пожалуйста, вот я пишу 5 и 2. Пожалуйста, 3. Вот я пишу 2 и 5. Пожалуйста, 3. Можно, то есть, разные арифмические операции делать в зависимости от этого условия. Можно несколько действий даже делать. То есть, можно потом еще c умножить на 2, да. Вот такая конструкция, кстати, допустима. c равно c умножить на 2. Это значит, что в c присвоится новое значение, равное старому значению, умноженному на 2. Вот такая штука может быть. Есть еще, например, очень банальная задача, очень распространенная. Это поиск максимума и минимума. Да, вот у нас вводится а и b, надо вывести большее из них. То мы можем в целом, лучше в таком случае уж переименовать переменную в переменную, которую мы назовем максимум. Вот так прямо назову, да. Если а больше b, то максимум это а. Если а не больше b, то максимум это b. Да. И вывести максимум. Вот такая штука может быть. Соответственно, вот напишу 6 и 100. 100 ответ. Напишу 100 и 7. 100 ответ. Вот такие дела. Очень даже неплохо, очень даже аккуратно. Может быть, задача сложнее, например, найти максимум из трех чисел. То есть, надо найти максимум из а, b и c. Из трех чисел. Самый простой способ решить такую задачу, это сначала найти максимум из двух чисел. Из а и b. А затем еще раз найти максимум из двух чисел. Только одно из этих чисел будет максимумом, который мы уже нашли. А второе будет нашим третьим числом. Вот такая задачка. Если c больше, чем максимум, то максимум присвоится. И даже иначе никакое не нужно. То есть, смотрите, вот такой вот код находит максимум среди трех чисел. То есть, сначала ищем наибольшее среди двух чисел. А потом сравниваем наибольшее из двух с третьим числом. И если оно больше, то, соответственно, вот так вот получается. То есть, вводим, например, 3, 6 и 8. Ответ 8. Вводим 8, 6 и 3. Ответ 8. Вводим 6, 8, 3. Ответ 8. То есть, в любых позициях он выводит нам максимум. Если нужно идти искать минимум, то это минимум. Минимум. Соответственно, все то же самое, только надо знак поменять. Соответственно, если c меньше, чем минимум, то c. Вот такие дела. И выводим минимум. То есть, если a больше b, то... Если a меньше b, то минимум равен a. Если наоборот, то минимум равен b. c меньше минимума, значит, минимум равен c. Так, ну что ж, соответственно, там, не знаю, 7, 8 и 2. Ответ 2. Вот такие дела. Разве нельзя максимум от a и b? Евгений, безусловно, можно. Но я хочу вам показать самые простые инструменты. Потому что Python, он на самом деле очень могущественный. Он прям бесконечно крутые вещи умеет делать. Но моя задача сейчас не научить вас много всему, а научить вас за один урок чему-то, собственно говоря, такому не, скажем так, невзрывающему ваш мозг. Мы уже ИФА изучили. На самом деле, в школе программистов мы ИФА изучаем, ну, через несколько, через месяц, по-моему, от старта курса. То есть мы там несколько недель без ИФА живем. И на это есть причины. Просто у вас завтра, там, послезавтра, нет, послезавтра, да, Олимпиады. И, соответственно, вам-то уже надо знать, а ИФА в Олимпиаде могут быть. Вот такие дела. Давайте еще одну традиционную штуку, которая есть, и у меня она в теме написана, поэтому я не могу ее не рассказать. На меня будет сказано, что я не до конца программу вам рассказал, да. Вот я уже далеко до максимумов дошел. Внимательно. Одна из тем, которую прям очень важно проговорить, это арифметика остатков. Собственно говоря, я вам такую в домашнем задании задачку дам. Вот есть у нас эта операция взятия остатка отделения, то есть С равняется А остаток отделения на Б, да. И, соответственно, что оно нам дает? Если мы берем, опять же, 5 и 3, то... Так, а С это написать забыл. Если мы берем 5 и 3, то ответ 2. То есть остаток отделения 2. Все понятно. Но вот если мы возьмем 5 и возьмем остаток отделения на 10, то ответом будет 5. И это прикольный момент. Дело в том, что остаток отделения на 10 – это вообще очень крутая штука. Например, если я возьму число 123 и возьму остаток отделения на 10, то я получу 3. Что нам дает операция взятия остатка отделения на 10? Операция взятия остатка отделения на 10, ребята, это получение последней цифры числа. То есть остаток отделения на 10 числа 123 – это его последняя цифра. Почему так? Потому что если мы 123 поделим на целое на 10, вот если я возьму операцию взятия целочисленного деления на 10, то 123, деленное на 10 – это 12. То есть у нас отбросится последняя цифра. Когда вы число с несколькими цифрами делите на 10, вы отбрасываете последнюю цифру. Если же вы берете остаток отделения на 10, то, собственно говоря, у вас берется эта последняя цифра. И это позволяет делать довольно крутые штуки. Взятие вот этой последней цифры. Можно разделять число на цифры и какую-то арифметику с этим делать. Такое часто встречается в Олимпиадах, поэтому специально вам вот это рассказываю. Потому что в Олимпиадах такое часто бывает. Наверное, в школьном этапе не факт, но дальше вполне может быть. Вот. Но задачка у вас в домашке будет на этот принцип. Я надеюсь, вам понравится. Ну что ж. Но у меня на экран не выводится, пишет Дмитрий. Ребята, принт. Не забывайте принт. Если у вас что-то не выводится на экран. Ну что ж, ребята, давайте сейчас снова придет мой оператор и включит мне заставочку. А я буду заканчивать наше сегодняшнее занятие. Почему мои сообщения не отправляются? Пишет Захар. Захар, отправляются, я просто не успеваю читать. Ты уж прости. Так. Сейчас мне включат заставочку, и я перейду к последней части моего занятия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ребята, я вернулся. Вижу хорошие вопросы в чате. Давайте быстро на него ответим. Мария спрашивает, когда мы используем деление нацело? Всегда. Мария, тут я скажу тебе честно, мы используем деление нацело, когда нам нужно деление нацело. То есть, суть очень простая. Если у тебя в задаче требуется поделить нацело, да, то дели нацело, да. Если у тебя в задаче требуется дробный ответ, то дробное деление используй, да. В большинстве таких задач начального уровня требуется целочисленное деление, но вам может попасться разное. Мне надо дать вам еще одно наставление, наконец, но я уже встал, поэтому давайте скажу его просто словами. Ребята, в Олимпиаде непосредственно у вас не будет такого удобного редактора кода, который есть у нас, который будет у вас в качестве домашнего задания. поэтому мой совет для вас – это программируйте, да хоть в текстовом редакторе, сохраняйте ваш код как .py и, собственно говоря, отправляйте файл. То есть, если вам надо будет отправить файл, просто сохраняйте как точка пай, п, игрок, да, п, игрок, не п, ай, как пи, а п, ай, как пайтон, через игрок, да. Собственно говоря, и все у вас получится. Ссылочку на Vingde я приложу к домашнему заданию, оно вам пригодится. Ну что ж, я вам говорю про домашку. Ребята, в домашке у вас задачи на программирование, у вас не так много времени до Олимпиады. Если вы с программированием только-только знакомитесь, порешайте эти задачки. Если уже хорошо знакомы, тоже порешайте эти задачки. Если программируете на другом языке, не на пайтоне, решайте не на пайтоне. Наша среда принимает в себя кучу самых разных языков, так что, пожалуйста, можете отправлять на другом языке код. Она сможет это проверить. В Олимпиаде вы можете использовать любой из типичных языков программирования. Почему бы и нет? Даже из нестандартных можно писать, но я, конечно, не рекомендую. Напоминаю вам, что Олимпиаду у вас, собственно говоря, 20-21 октября. Если вы до сих пор не подошли к своему учительной информатике и не получили у него пароль, то, ребята, еще не поздно. На самом деле, даже 21 октября, если вы придете в школу и попросите пароль, насколько я понимаю, вам его дадут. Писать Олимпиаду можно как в школе, если у вас это предусмотрено, так и дома. Доступны контесты с 9 до 8. На решение задач, насколько я помню, у вас 180 минут. Точнее, на сайте олимп.информатикс.ру вы можете посмотреть. Такие дела. Ну что ж, теперь внимательно следующий момент. Это то, что у нас сегодня с вами последнее занятие. Я надеюсь, вам так же грустно от этого, как и мне. Спрашивают, а у вас есть точки ШП, кроме здания около 9-й гимназии? В Мытищах, если вы про Мытищи спрашиваете, у нас есть отделение. В Пушкино есть отделение, есть отделение в Фистехпарке, есть отделение в городе Щелково, есть отделение в городе Королеве. Это из Московской области. Хотя в Фистехпарке это город Долгопрудный слэш Москва там. А и то, и то близко. Также вы можете учиться в школе промиссов из дома. У нас есть виртуальный класс, у нас есть онлайн отделение. То есть можно дистанционно заниматься вполне. Где она будет вводить пароль? Спрашивают Ксения. Ребята, на сайте олимп.информатикс.ру инструкция по участию в Олимпиаде находится. олимп.информатикс.ру еще раз сайт. Там есть кнопочки для входа. И вы сможете войти. Пока что эти кнопки для вас недоступны. Еще не пришла нужная дата. Но будут доступны. Там вы сможете войти в тестирование. Пароль еще раз вам нужен от учителя информатики. Не подойдет пароль от других олимпиад. Какие дела. Ну что ж, следующий момент. Это еще раз то, что у нас сегодня последнее задание. Занятие у вас многие написали очень грустно. Но мы с вами сможем встретиться еще раз. Вот такие дела. 26 октября в 17.30 мы проведем разбор задачи Олимпиады. Это уже будет после Олимпиады. Собственно говоря, мы проведем для вас разбор. То есть разберем, как решались задачи школьного этапа. Вот такие дела. Приходите 26 октября в 17.30 будет разбор задач. Вот такие дела. Значит, там вот на языке программирования пишут мне до свидания. Приходите на разбор задач, тогда не будем прощаться.